Привет всем моим дорогим одноклассникам и Марине Романовне, моей классной руководительнице, моей классной учительнице. Это видео я специально записываю для моих одноклассников, потому что в эти выходные они будут все собираться на 20-летие выпуска нашего класса. Но у меня не получилось быть, и я думаю, что, наверное, тоже у некоторых из наших одноклассников не получится быть. Поэтому я решила записать вот такое вот небольшое видео сообщение и рассказать вообще, может, что было в этой, за эти 20 лет случилось, может быть, что-то вспомнить. Конечно, мне бы хотелось увидеться так лицом к лицу, всех вас увидеть, но что поделать, кто-то живет в России, Мариночка живет в Германии, я живу здесь в Америке. И пока не увидится, и у нас у всех такая вот busy life, сейчас такой возраст, наверное, как раз у всех детки, работа. Потом, может быть, когда мы с вами состаримся, будем внуков нянчить, тогда увидимся. Хотя тоже будет, наверное, очень занятая жизнь, когда мы будем внуками заниматься. А до этого недалеко. Вот моей старшей дочке уже 16 лет будет вот в следующую среду, и она получает права. Так что сейчас она уже и так нас возит, но всегда должна быть я рядышком или мой муж. А вот 16 лет, получает права, и все. Она уже сегодня первый день вышла на работу. Она учится, и потом вот будет работать пару часов в день. Так, знаете, первая работа, это всегда такое счастье, все, первый шаг во взрослую жизнь. В следующую среду, четверг, она получает права, это еще другой шаг во взрослую жизнь. А потом уже, знаете, уже любовь, может быть, там и до замужества недалеко. Потому что я вышла замуж в 19 лет, и никогда не пожалела об этом. Я вышла замуж за любимого человека. Его зовут Алексей. Я покажу в этом видео некоторые фотографии. Мы поженились в марте 2000 года. И вот у нас детки так один за другим стали рождаться. Да, я хотела большую семью, но я никогда не знала, сколько у меня будет детей. Но у нас вот родилось 9 деток, у нас 8 девочек, и Вова у нас один мальчик. Вове 12 лет. Я люблю очень мою семью и считаю, что это самое главное, что у меня есть на земле. Мой муж и дети, которым я могу отдавать свою любовь, свое тепло. Детям я могу передавать свой опыт, учить их, как жить, потому что они скоро вступят во взрослую жизнь. И я должна в этом им помочь. В общем, это так сейчас вот обо мне. Что я вспоминаю о школе, именно о первой школе. Я пришла в первую школу, вот я недавно вспоминала, или в пятый, или в шестой класс. Помните, там было время еще, когда они убрали, в одной школе не было четвертого класса. Ты идешь первый, второй, третий, потом пятый. То в другой школе не было третьего класса, или чего-то там, короче, какого-то класса не было. И я пришла, в общем, в первую школу. Это, скорее всего, был шестой класс. Вот. И я помню, Марина Романовна меня очень тепло приняла. С Олей Коковиной мы сидели всегда за партой. И это, конечно, всегда такое счастье было для меня, учиться в такой школе, в такой большой школе. Знаете, как бы так престижно считалось. Английский язык. Вот. Он мне, конечно, очень пригодился в жизни. Хотя я скажу вам честно, что мне пришлось все переучивать. Не то, что слова, конечно, я все знала, но как их говорить. Вот кто из вас был в Америке, вы сразу, вы меня понимаете, что американцы говорят совершенно по-другому. Если нас учили говорить на британском языке, то есть там pupil, to go, там какие-нибудь такие всякие, знаете, так все ровненько, красивенько, то американцы, они все разбавляют эти слова. Бывает, даже не поймешь, что он сказал. Надо переспрашивать. Еще очень много значит, в каком штате ты живешь. Бывает, мы, например, приезжаем куда-то, или я куда-то звоню, они говорят, о, по вашему акценту, вы, наверное, живете на севере. Я говорю, да. Ну, или с южных штатов, там, с Теннессии. Сразу можно услышать, что эти люди живут в Теннессии, потому что у них такой Hi, dude, how you doing? Знаете, такие всякие слова. Вот. Но я живу на севере Америки. Так что надо прилично разговаривать. Что я в школе первой помню, что у нас всегда там валились потолки в старом здании. Кто помнит, там было все огорожено, и было очень смешно смотреть, смешно и страшно смотреть, как там обваливаются потолки. И это у нас такое было, знаете, как какой-то замок, который разваливался у тебя на глазах. Но в это время уже готовили, строили новое здание первой школы. И я помню, мы туда ходили, спортивный зал, отмывали щетками с ведрами, помните? Красили что-то там. И мы, конечно, с нетерпением ждали вот этого переезда в новую школу. Что мне одно еще недавно вспомнилось. Когда Марина Федосова пришла к нам в класс. А Мариночка, если помнишь, то я не знаю, если ты помнишь этот момент, но он мне очень сильно запомнился. А Марина к нам пришла в класс, это, наверное, был восьмой, девятый класс, да, где-то в таком. То есть мы были уже взрослые. И у каждого уже была своя парта. Я сижу с тем, я сижу с тем. Потом, знаете, резко все поменялось. Я с тобой, так, типа, теперь ты моя подружка, я с тобой сижу. Ну, я сидела одна. Я помню, я сидела на первой парте. И вдруг заходит Марина. А Марина, я сразу скажу, она приехала к нам из Прибалтики. И она так выглядела, так интеллигентно, и такая высокая, и такая красивая. И я так думаю, я с ней буду дружить. И я ее позвала к себе. Говорю, садись, будем с тобой дружить, садись. И мы с ней сели за парту, и я ее стала спрашивать, как тебя зовут Марина. Я говорю, откуда ты? Она говорит, я слепая. И я такая думаю, да ладно тебе. Как это слепая? Ты не слепая. Я подумала, что она слепая, не видит ничего. А оказывается, что она из Лейпая приехала. Так что это я, тогда мы с ней уже смеялись. И эта шутка, наверное, нас сразу вот так расслабила. Мы с ней стали такими подружками. И уже с ней, и с Ирой Шишлевской. Мы уже дружили до последнего с Ирой. Так вообще она у меня дома, и в церкви, и везде мы с ней ходили. Я помню, Ирочка, помнишь, мы с тобой, когда они хотели, чтобы нас в автобусе или в троллейбусе люди слышали, понимали, что мы говорим, то мы с ней по-английски говорили. Мы же в первой школе учимся, так что мы должны по-английски говорить. В общем, школу, конечно, вот эти отношения между одноклассниками, я даже моим детям рассказываю, что у нас был очень-очень дружный класс. И мальчишки никогда нас не обижали. Всегда, я помню, Коля Смирнов, там Владик Свиблов, Марк Калинин, все такие у нас защитники были. Никогда девчонок не обижали. Я помню, даже никогда каких-то грубостей в сторону девочек не было. Мы как-то все вместе дружили, да. Вот кто помнит, я считала, что у нас дружный был класс. И своим детям я сейчас говорю тоже. Я говорю, вы заканчиваете школу, вот этот период жизни, он больше никогда не повторится. С теми детьми, с которыми вы росли все эти годы, это останется в вашей памяти, какими вы были друзьями, когда вы были маленькими. То есть, как американцы говорят, make memories. То есть, вот эту память, стройте ее, потому что она уже останется навсегда. Школа, вот именно в этом для меня была всегда радостью, что мы были дружными. Конечно, учиться мне было трудновато, особенно математика. Я не буду в подробности никакие вдаваться. Но некоторые вещи были, может быть, трудны учиться из-за того, что... Знаете, как бывает, кому-то легко учиться, как вот Ира с Леной Варюшиной. Мне казалось, им вообще было всегда все легко. Лена Бородулина, Галя, там, Марина Шубина. Всегда все легко. Девчонки, спасибо, что вы помогали нам учиться. Без вас мы бы там... Я бы не справилась бы со школой. Мне казалось, знаете, здесь вот в Америке, когда я пошла учиться в школу, я же здесь училась в 11-м и в 12-м классе, закончила ее. То здесь другой подход. Учителей к детям. Они им помогают учиться. Вот если... Я не знаю, если кто-то из вас стал учителем, но вы знаете, как это сильно располагает, особенно старшеклассников, к учителям. Я помню, Ходос Олег Александрович, это был тоже, вот, наверное, один из учителей, который помогал. То есть ты чувствовал себя взрослым и старался угодить учителю. И, например, если он видел, что ты не знаешь, вот он смотрел на тебя, и он так хотел тебя вызвать к парте, к доске, но он смотрит, а я помню, ой, куда бы спрятаться, куда бы там под парту. И учитель же видит это все. Я благодарна вот таким учителям, которые помогали учиться, они, которые тебя топили и как бы унижали. Вот это вот оно, наверное, какой-то грустный осадок о школе оставило. А хороших учителей я до сих пор помню, всех хороших учителей я помню по именам. И рассказываю своим детям часто о школе, какие-то события, которые мы делали в школе. Знаете, что еще смешно было? Когда строили школу, и у нас же тогда не было газонокосилок, как сейчас, вышел, покосил траву. И я помню, что я с ножницами лазила на четвереньках и подстригала эту траву, чтобы лужайка впереди школы красиво смотрелась. Это было, наверное, первое подстригание в школе за всю историю школы. Как мы на горках катались, как мы на лыжах катались с этих горок, которые там были где-то за школой. Ну ладно, теперь я сама мама, и теперь я смотрю, как мои дети учатся. Старшие дети, вот у меня буквально еще годик-два, они уже заканчивают школу, взрослая жизнь. Я очень, конечно, рада, что кто из вас там собрался вместе, если вы смогли это видео вместе посмотреть. Обнимите все друг друга за меня, обнимите Марину Романовну за меня и Ольгу Викторовну. Это, наверное, вот как две наши мамочки, которые нас спасли все эти годы. И Ольга Викторовна, она не только была моей учительницей по-английскому, но она была моей соседкой. И я помню, когда она полола траву, то я приходила с темой по английскому языку. My town. I live там где-то. И в моем городе есть там то. Я помню, она полит картошку, а я ей рассказываю. Вот это учительница. Это учитель, друг и чуть ли не мама вместе с этим. Все. Всех я вас обнимаю. И я очень рада всем, кто меня где-то нашел, или на Одноклассниках, или на Фейсбуке. Пишите, если у вас есть возможность. Я буду очень рада. Так, это у меня послесловие, после видео для моих одноклассников. Я хочу просто для тех, кто не знает, я хочу сказать, что я училась в городе Рыбинске Ярославской области в школе номер один. Она у нас называлась школа номер один с углубленным изучением английского языка. Это школа очень хорошая, большая, красивая. Мне нравилось, что в школе было все организовано. У нас даже одно время какая-то была школьная форма. У нас, знаете, мы уже там учились, мы уже считались старшеклассниками. Мне нравилось, что нам разрешали ходить на каблуках. И, знаете, чувствуешь себя старшими. Еще мне нравилось, когда у нас был день учителя или там еще какие-то дни, помню, были, то нам разрешали заменять учителей. То есть самому старшему классу мы заменяли учителей. Это вообще, это, наверное, был верх вот этого школьного счастья, когда тебя называли Лидия Валерьевна, и ты мог вызывать кого-то к доске и ставить оценки. Это вообще было счастье. Так что я очень рада, что у меня получилась вот такая возможность записать видео. И я хочу сказать еще раз, что, кто не знаком, у нас есть семейный канал, называется «Семья Савченко». У нас там, мы выставляем туда и влоги, чем мы занимаемся, мы очень любим петь, различные наши поездки. В общем, все, кто хотят с нами ближе познакомиться, можете прийти на наш семейный канал «Семья Савченко» и будем дружить. Все, всем привет, всем пока-пока, люблю вас всех! Мы вам желаем мира, мы вам желаем мира, мира, мира от весны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok